Следующий тип лица, квадрат. У этого типа лица, как правило, выражена челюсть, довольно тяжелый подбородок, довольно широкие виски. Итак, девчонки, у кого квадратный тип лица? А вот давайте, вот второй ряд в красной шапочке. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Что скажешь по поводу выбора? Я считаю, что выбор не очень удачный, потому что он полностью скрывает верхнюю часть лица, и оставшаяся нижняя от этого окажется еще более тяжелая. К тому же присутствующий декор в районе виска лицо у нас визуально расширяет. Такие же ошибки совершают и звезды, к примеру, Сальма Хайек. Она надела чалму, которая только заострила внимание на большом подбородке и съела часть высоты лица. Сальме Хайек подошла бы шапка-ушанка, которая визуально сузит лицо такого типа. Кстати, и мужчинам с квадратным лицом такие шапки тоже подойдут. Также данному типу лица противопоказаны шляпы с очень широкими полями из-за того же эффекта. А какие же шапки спасут лицо такой формы? Кстати, о красном цвете, если он вам так нравится, он вами так любим, я бы рекомендовал попробовать берет. Снимайте эту шапку, надевайте берет. Главная хитрость в том, чтобы берет сидел асимметрично. Наклонная линия визуально как бы срезает скулу и делает лицо более вытянутым, делает лоб визуально более высоким. Что, собственно, и требуется для данного типа лица. Спасибо вам большое за помощь. Держите свою шапочку. Также данному типу лица подойдут вязаные шапочки с широким отворотом. Они визуально расширят височную часть и сделают лицо более похожим на треугольник. При этом такие шапки можно натянуть на ушки, таким образом они немного съедят объема. В случае с квадратным типом лица я рекомендую попробовать берет. Он у меня вот был припасен как раз для такого типажа. Сейчас попробуем. Анечка сама попробует надеть берет, а мы посмотрим, как у нее это получится. Вот такой вот вариант. Ром. Ну, в случае с Аней я бы все-таки его чуть-чуть повыше поднимал, формируя сзади как бы пельмень такой вот складочку. А для чего это? Мы можем его показать. Для того, чтобы сверху добавить немножечко объема, за счет этого квадратное лицо вертикально вверх вытягивается. Очень важный момент. Мы же с помощью зимнего головного убора можем корректировать форму нашего лица, если в этом есть необходимость, да? Да, у нас, собственно, главная задача подобрать зимний убор, который бы не только грел, но при этом корректировал форму лица. Опять же, мы помним об асиметрии. Если лицо у нас очень квадратное, его нужно сузить, мы берет смещаем на одну сторону. При этом мы таким образом как бы надрезаем скулу, и за счет этого лицо становится визуально ощутимо уже. Для такого типа лица еще подойдут кепки. Примерим? Кепочку. Кепку. Кепки в разных материалах, особенно таких модных, как вельвет, это киск сезона. Если это фактурная шерсть, если это ткань, в которой видно структуру, вот это вот самые модные кепки этого сезона. Но зимой тоже кепку можно носить? То есть она будет немножко утепленная? Да, конечно, там может быть подкладка, плюс еще такие кепки бывают замшевые кожаные, они довольно теплые. Насколько все-таки она преобразилась, да? То есть этот взгляд с китрецой, и действительно овал лица-то удлинился за счет того, что кепка объемная. Да, да. Мне нравится, а вам? И в целом, если вы чувствуете, что у вас немного тяжелый подбородок, выберите шапку, которая будет иметь вот такую вот форму буханочки. Эта форма визуально нижнюю часть лица сделает ту же. Привет, YouTube! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми.